Так, я ставлю ногу вот на эту педаль, и, а руки? Руками держим ткань. Держим ткань. Она шла ровно. Вау! Здесь можно шить, вязать, присти бисером и валять пряжу. Располагается швейный холл в заброшенном цехе фабрики «Увзоры». Здесь сделали ремонт и создали все для творческого процесса. Коворкинг разделен на две части. Небольшой зал — это лекторий, где проходят учебные курсы. А во втором, большом зале, происходит самое интересное. Именно здесь воплощаются любые креативные идеи в жизнь. Зал оборудован специальным промышленным оборудованием и бытовым, в том числе то оборудование, которое нельзя разместить дома. То есть прямострочки, оверлаки промышленные, специальные петельные машины, специальные аппараты, которые устанавливают металлофурнитуру, люверсы, блочки и так далее. Гладильное оборудование. У нас все это есть. То есть ничего специально покупать не нужно. Кстати, в швейном холле можно арендовать место по принципу тренажерного зала. Для небольшой задачи вполне достаточно нескольких часов или дня. Ну и, конечно, окружение. Большую роль играет творческая атмосфера. Новые идеи и друзья гарантированы. Я узнаю здесь очень много интересного, познавательного для себя. Ну и вообще интересно живу с людьми, которые здесь занимаются. Для тех, кто только хочет начать заниматься рукоделием, существуют курсы и более 70 мастер-классов. Среди которых, кстати, и такие уникальные, как создание кружева или корсетов. Остались последние штрихи, буквально последний стежок. И моя чудо-подушка готова. Теперь будет на чем спать в обеденный перерыв на работе. Ярослав Багрий, Сергей Иванов. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok